Итак, Евка, как обрести осознанность, если какие-либо упражнения? Я раньше загонялся немножко, я такой, еду в машине и пробка минут на сорок. Так, я думаю, сорок минут, сорок минут в моей жизни, что мне делать сейчас? Ну ладно, что там, Comedy Club, а, Comedy Club, у меня же, я не смотрел целую серию Comedy Club. Я включаю Comedy Club, оп, сорок минут пролетело просто, думаю, замечательно. Опять еду в пробке, думаю, так, сорок минут в моей жизни, киношку, а, киношку сейчас позырю. Оп, в пробке киношку позырю. Потом стал загоняться, пипец, конечно. Неприкольно, неприкольно тратить свою жизнь на киношки, на камеру. Аудиокнига, думаю, сейчас буду аудиокниги слушать. Развиваться буду ментально, умнеть буду. Это все хорошо, это все прекрасный опыт, который есть. Но, например, сейчас, как только мне дается возможность ничем не заниматься, то есть я сижу и понимаю, так, ну, поработать я уже поработал. По-домашнему там все вроде как дела сделал. Сейчас делать нечего. А когда делать нечего, что мы делаем? Ладно, пойду еще чайковского попью. Пойду чайку попью. Ой, а чаем. А не с чем пить чайковский. Пойду куплю что-нибудь к чайку. К сериал. Сериал новый Марвел. Марвел новый сериал выпустила. Сериальчик сейчас посмотрю. Либо просто так. Телефончик. Шт. Шт. И все. Ты уже здесь. Пустота. Пустота рождается, и хочется ее чем-то... Чем-то ее затыкать, закопать эту пустоту. А эта пустота и есть то, на что нужно обратить свое внимание. И поэтому сейчас, когда я сижу в пробке, я думаю, вау, кайф. И я направляю внимание на ту пустоту, которая есть. Но она не всегда есть. Потому что, если ты ничего не делаешь, и не смотришь видосики, и не как-то по-другому себя увлекаешь, жуешь этот самый, как его, сникерс во время езды, то еще же ведь есть и мысли. Эти гады, их столько. И тут рождаются мысли так, а что тебе надо сделать? И вот ты планируешь свое ближайшее будущее на сегодня, на завтра. У тебя какой-то есть план, который нужно реализовать, и в пробке какие-то ты идеи выискиваешь, и думаешь, а как же, как же все это порешать? Либо тебе нужно перед кем-то оправдаться, и ты сейчас придумываешь вот эту эпопею, которую будешь рассказывать в свое оправдание. Вроде как ты ничем не занят, но ум тебя полностью засосал и присосал. И здесь ни хера нету никакой пустоты, потому что в основном та пустота, которая забивается нами постоянно, это мысли ума. И где же эту пустоту-то искать? Когда ум, зараза, не дает тебе в этой пустоте помариноваться, и помогает войти в эту пустоту те ощущения, которые испытываете вы, которые я испытываю. Ощущение голода, нервозность, злость и каждые какие-то неприятные ситуации, происходящиеся в твоей жизни, это как раз таки и тот звоночек, который говорит тебе, вот у тебя есть возможность направить внимание на свою энергию, которую ты испытываешь, на то фундаментальное и настоящее, вспоминаем квантовую физику, то, чем ты являешься, и направляя внимание просто на эту энергию, которая по своей сути что? Она пустота. Там нету никаких мыслей, никаких ярлыков и убеждений, направляя внимание на свое какое-то ощущение, какое бы оно ни было. Потому что, когда мы счастливые, нам и так все нравится. Мы едем счастливые, поем песню, мы отождествляемся со своим счастьем. Да нам не нужна никакая осознанность, сейчас и так все превосходно. Но всегда все превосходно. Вот это ощущение счастья, радости, оно всегда. У человека оно присутствует всегда, потому что то истинное я, та пустота, то ничто, то осознанность и сознание, оно всегда радостно и счастливо. Но лишь мысли ума из этой радости, из этого ощущения счастья трансформируют злобу, гнев, депрессию, голод, боль, вину, жалость и прочие другие ненужные абсолютно для нас эмоции и ощущения. Он ум. Ум, ему нужно решать, решать вопросы. Вопросы за бабосы, все ему нужно решать. Нужно... Но когда ты осознанно смотришь на вещи, когда ты осознанно работаешь эту работу, когда прилетают какие-то ситуации, которые кажутся проблемными, кризисными, страшными, опасными, и твое отношение к этому легкое, ты не отождествляешься с этой проблемой, ты терпелив, ты даешь волю быть этому, ты направляешь внимание больше на пустоту, а обращая внимание на пустоту, а не на материю, не на эти мысли, не на решение этих мыслей. Пространство, оно расширяется, вокруг тебя пространство расширяется, и ты притягиваешь более благоприятные ситуации, более благоприятные, которые ты бы раньше просто не заметил и не увидел, потому что ты был бы полностью закопан и отождествлен и ментально, и физически в этом кипише, в этой суете. Все складываться будет идеально, шикарно только для тебя, когда твое сознание будет выше твоего ума. Субтитры создавал DimaTorzok